Один гель, либо другой. Что является критерием выбора? По сути, наличие агрессивной патогенной флоры, то есть инфекционного процесса, оно является причиной для выбора геля с химическим антисептиком хлоргексидином. При его отсутствии инфекционного процесса, агрессивного, тогда мы применяем гель с дегидрокверцитином и короосином. Что пациент делает дома? Он также использует гель для ухода за полостью рта 3-4 раза в день. Обычно это делается после завтрака, когда сделана вся гигиена, дальнейшим днем после приема пищи, вечером перед сном, когда все гигиенические манипуляции проведены, есть возможность длительной экспозиции геля на слизистый с замедленным освобождением активных компонентов. Поэтому гель с хлоргексидином будет применяться опять же с зеленой маркировкой при инфекционном процессе у пациента в соответствующем или с дегидрокверцитином с разноцветной маркировочкой синифиолетовой при отсутствии инфекционного процесса. Эликсир применяется на 2 недели аналогично совместно с гелем у пациентов при наличии инфекционного процесса. Это спиртоводная вытяжка. Если у пациента есть ирригатор, то он добавляется в ирригатор. Если ирригатора нет, то разводится 15-20 капель на 1 четверть стакана воды, по сути, на 2 полоскания. Либо пациент, у которого отсутствует инфекционный процесс, совместно с гелем применяет ополаскиватель без спирта, химического антисептика. Это водная вытяжка активных компонентов. И, соответственно, без разведения. Ну или если есть ирригатор, то пациент может использовать его и разводя половину колпачка в ирригатор. Ну и в дальнейшем затем полоскать после чистки зубов зубной щеткой или ложкой для языка и других манипуляций. Второе – это осложнение хирургического лечения. Это расхождение швов или фибринозный налет. Очевидно, что в кабинете мы будем делать ирригацию раны раствором антисептика. Мы ее сократим из трех первых букв. Это повторное ушивание раны, то есть наложение повторных швов при необходимости. И аппликация геля с хлоргексидином, поскольку есть риск контоминации. Поэтому мы используем гель с химическим антисептиком. Пациент дома также применяет этот гель аналогично. Три-четыре раза в день до двух недель. Для того, чтобы состояние мягких тканей восстановилось, вернулась трофика, появился эпителий. И, соответственно, края раны были сведены и полностью регенерированы. Третье – это механическая травма. Очевидно, что будет в кабинете проводиться ирригация раны раствором антисептика при необходимости. Но в данном случае будет гель с ДКВ, поскольку при механической травме у нас нет активной бактериальной флоры. Поэтому гель с химическим антисептиком по всем стандартам фронтологического лечения нам не показан. Пациент дома использует 3-4 раза в день гель с дегидрокверцитином на 2 недели. Химическая травма. Очевидно, что здесь будет очистка раны. Это шприц с раствором перекиси, потом шприц с раствором перманганата калия. Это очень, на самом деле, достаточно, скажем, древняя схема. Но чередуя вот эти два активных компонента, мы одним стимулируем восстановление окисленных компонентов. Затем до окисления избытков перекиси перманганата. Он должен обесцвечиваться полностью и, соответственно, при необходимости чередует два этих раствора. И они полностью... Кроме того, перекись обладает гемостатическим действием при наличии какого-то кровотечения. Она также будет дополнительно устранять эту проблему. Здесь мы наносим гель с дигидрокверцетином, поскольку нет, опять же, агрессивной бактериальной флоры. Поэтому соответствующая маркировка. И пациент использует, чередуя ополаскиватель и гель на 2 недели. Гель мы мажем 3-4 раза в день. И полоскание на 2 недели. Обычно это делается утром также и вечером. Также мы делаем колпачок берзоразведения на 2 полоскания. Это будет вполне достаточно. Термическая травма. Все аналогично. То есть, это может быть, например, кипяток или что-то. Или при обработке поверхности, при подготовке ортопедического лечения. Очистка раны шприцем с раствором перекись. С этим шприцком анганатом. Тут аналогично. Не будем повторяться. Гель мы используем с дигидрокверцетином. И схема абсолютно аналогичная. 3-4 раза в день гель с дигидрокверцетином и каруасиной. И ополаскиватель на 2 недели. Гетерогенная травма, которая возникла в процессе стоматологических манипуляций. Что, да, является крайне нежелательным. Но, тем не менее, необходимо быстро купировать для того, чтобы устранить эту проблему. Это ирригация раствором антисептика, очевидно. Во избежание прикрепления бактериальной флоры. И гель с дигидрокверцетином. Дигидрокверцетином, поскольку она отсутствует, мы устраняем, по сути, риск. Схема назначения будет также аналогичная. 3-4 раза в день гель с каруасиной с дигидрокверцетином. И полоскание на 2 недели. Постлучевые, постхимиотерапевтические изменения слизистой полости рта. То есть химию радиомуказита, когда у нас есть очень сильная атрофия слизистой. Это ирригация раствором антисептика. Гель с дигидрокверцетином, поскольку пока тут не присоединилась бактериальная флора. Если начать с первых дней это делать, или как профилактически подстилать до соответствующего вмешательства. Гель с дигидрокверцетином на 2 недели. Полоскание на 2 недели. Но по факту эти пациенты чаще всего применяют это и дольше. Дабы сохранить вот это состояние. И улучшить ощущение в полости рта. Избавиться от сухости и так далее. Все эти нежелательные компоненты, которые присутствуют при лечении онкологических заболеваний, хотелось бы устранить или как минимум контролировать. Обострение хронического периодонтита или острый периодонтит. Очевидно, что здесь будет разрез, удаление зуба или резекция верхушки корня зуба. И обработка гелем с хлоргексидином, поскольку присутствует агрессивная флора, поэтому зеленая маркировка геля. 3-4 раза в день гель с гидрокверцитином на 2 недели и полоскание на 2 недели также. Это поддерживающий эффект, поскольку источник инфекции был устранен в рамках хирургического приема. Девятое это переостит. В общем схема достаточно близкая. Это разрез, удаление зуба, кюрита шлунки зуба, альвеолы. Ирригация раствором антисептика и гель с хлоргексидином, поэтому зеленая маркировка. Три-четыре раза в день аналогичный гель, поскольку объем вмешательства был больше. И во избежание прикрепления бактериальной флоры, поскольку сюда вовлечена уже и костная ткань, то конечно же нам необходим будет гель с антисептиком. Ну и другие еще средства, которые можно назначить доктор, например, антибактериальные препараты, антибиотики. И здесь мы назначим эликсир как наиболее концентрированный препарат из всей линейки фитодент. Это водно-спиртовая вытяжка, как я уже говорил, и в данном случае показан он за счет большей концентрации экстракта осиновой коры, экстракта ламинария и медных производных хлорофила. Парадонтальный абсцесс. Очевидно, что здесь в кабинете будет выполняться разрез, кюрита шлунки, ирригация раствором антисептика и применяться гель с хлоргексидином по причине наличия инфекционного процесса. Пациент также дома будет мазать гель с хлоргексидином и использовать концентрированный эликсир на 2 недели. Альвеолит. В случае сухой лунки мы делаем кюритаж лунки, естественно, для стимулирования все-таки сосудов, ирригация раны антисептиком, и мы применяем гель с хлоргексидином. Дома пациент использует также 3-4 раза в день гель с хлоргексидином на 2 недели и эликсир на 2 недели. Обострение хронического или острый остеомиелит. Очевидно, что в кабинете будет проводиться санация очага любым доступным методом, ирригация раствором антисептика и применяться гель с хлоргексидином, зеленая маркировка, 3-4 раза в день пациент использует дома в дальнейшем гель с хлоргексидином и концентрат водно-спиртовой эликсир на 3 недели для того, чтобы продлить вот эту эффективную концентрацию всех компонентов, входящих в эликсир. Асептическое удаление зуба по причине, например, перелома корня зуба. Очевидно, что в кабинете будет проводиться разрез, удаление зуба, кюрита шлунки, ирригация раствором антисептика и наносится гель с ДКВ, поскольку удаление зуба асептическое. Пациент также дома будет использовать гель с дегидрокверцитином корой осины и уже ополаскиватель, а не эликсир, поскольку нам нет в этом необходимости, у нас нет агрессивной бактериальной флоры. Обострение хронического переимплантита или сопровождающееся удалением зуба, удалением имплантата. Что мы делаем в кабинете? Удаляется имплантат, проводится кюритаж альвеолы хирургической, ирригация раствором антисептика, и мы применяем гель с гидрокверцитином, поскольку здесь нет выраженного инфекционного процесса, и точнее очаг его устранен в процессе стоматологической манипуляции в кабинете. Поэтому вот эта фиолетовая маркировка геля, 3-4 раза в день гель используется с ДКВ на 2 недели и полоскание на 2 недели. Острый переимплантит, острый гнойный переимплантит, когда очевидно, да, мы наблюдаем серозное или гнойное отделяемое, или оно комбинированное из подмягких тканей и при зондировании в том числе. Разрез здесь будет очевидно, санация участка, кюритаж имплантата, то есть обработка ультразвуком, а также прецизионным сверлом или сверлом-корщеткой, которая имеет на конце такие чешуйки металлические, как на венчике для мытья бутылок, и обработка геля с хлоргексидином, поскольку у нас имеет место гнойный процесс, да, инфекционный, острый процесс. Поэтому зеленая маркировка геля мы наносим 3-4 раза в день, гель с хлоргексидином на 2 недели, и также применяем эликсир, содержащий максимальное количество активных компонентов. Продолжение следует... Продолжение следует...